А кто последний? Я. Самой популярной темой для звонков от телезрителей на этой неделе была претензия к работе Славутической миграционной службы. Естественно, мы решили заглянуть и убедиться, так ли это страшно, как нам об этом рассказывают. Очереди действительно есть и весьма большие. И разговоры вполне соответствуют звонкам к нам. Уже второй раз мы приезжаем в очереди сидим. С чем связано? Потому что, во-первых, очень плохое обслуживание. Всего работают два человека. Вот тебе и весь результат с этого. Один человек занимается выдачей паспорта, получением, ну да, оформлением паспорта, допустим. Как может один человек это все сделать? Говорят, нет штата у них. Вот вся проблема в этом заключается. Объясняйте, что в штатах нет. Ну да, говорят, сократили штат у них всего, осталось два человека. Начальник и подчиненный. Четыре часа приходится прийти, чтобы занять... Я слышал легенду о том, что четыре часа... Это не легенда. Мы пришли полпятого, и перед нами уже были люди. Ага. Да. Полпятого. Обалдеть. То есть полпятого вы пришли, и вот сейчас только... Да, и до сих пор мы не попали. И вы не попали. Да, потому что если раньше работало два, обслуживало кабинета, в одном выдавали, в другом принимали документы, то теперь один. Все через один, да? Да. Обалдеть. А вы, я смотрю, тоже две очереди сейчас, или нет? Как бы одна общая очередь, но по договоренности через одного человека. Один получает, другой сдает документы на фармлик. Прошу прощения, не буду расстоять, это последовательная смена не в тему. У некоторых нервы не выдерживают, и они просто уходят. Конечно, все люди возмущаются. Все кто-то уезжает в Чернея, но в Чернея это уже самая проблема. У них чуть по-другому выдают паспорта, у них есть онлайн-запись. У нас почему этого нет? Еще у службы достаточно интересный обед. С 13 до 13.45, но до 2 дверь никто не открывает. Мы попробовали взять интервью у словуческого руководителя миграционной службы, но это оказалось дело непростое. Нужно это делать только с разрешения из Киева. Телефон нам не дали, сказали, что нам позвонят. Увы, так никто и не позвонил. Только за три недели успела подать документы. Не работал сначала аппарат, потом мы три дня стояли. Да, познаем мы не успели, потому что девочки успевали только 10 человек принять. И сегодня с 4 часов утра... А вы для ребенка берете просто ID? Это для субсидий, да. Субсидий надо срочно было. Для чего? Неважно. Для чего? То есть вы три дня пытались это получить? Пытались, да. Вот это сегодня с 4 часов, и только сейчас мы сдали документы. То есть это реально? На 4 часа надо приходить? Это реально, я вам говорю, в 4 часа мы приехали, заняли очередь, потом женщина за нами заняла. Мы сделали список, начали. Мы начали список. Это как замечательные советские времена вспоминаются вообще, как раньше. Ну так или стоять все морозится. Я понял. Цивильненько взяли. Ну да, раньше так за книгами стояли. Практически. И все сдалось, и все передалось. Сейчас 25 человек. А реально сколько принимают? Кто-то знает, кто-то подскажет. 10 человек. То есть по идее 15 это уже как бы уже лично. Ну это так, да. Чтобы не скучно было никому. А так все нормально. И они обещали, что будет еще открываться. Я говорю, пока откроется, что нам делать тогда, если нас требуют эти документы, и мы будем ущемлены в каких-то своих правах. Конечно. Я говорю, мне же никто не будет платить, ни вы. Не будете платить, ни те же самые работники этой службы. Мои все потери. И они сказали, что это такая ситуация. И кто, кому обращаться, я не знаю теперь. И мне сейчас я сдала документы. И нам надо было срочно сделать до конца января. Естественно, я не успеваю сделать этот документ. Мне сделают его только в феврале. Дай бог, а может вообще в марте. И за это время мы можем лишить эти субсидии. Критическая ситуация близкая к тупиковой. И мы заглянули в исполком, в управление социальной защиты, которое курирует субсидии. Объяснили ситуацию и получили весьма положительный ответ. Враховывая ситуацию, которая складывалась, прохание всех граждан, которые получили такие поведомления до конца сечня, чтобы обратиться к управлению и, если нет паспорта, в связи с неможливостью отримания, дать идентификационный код дитини, написать пояснение, что нет возможности на данный момент отримать паспорт. И будет термином отрименована. А в разе отримания паспорта, все-таки обвязково надати информацию до управления. Также, если, например, ваша дитина, как дать право дитям, соответственно, до трудового законодательства, працювать с 14-го года за дозволом батьков. Если у вас есть такая информация, то также обвязково поведомить. Так как, соответственно, до положения про призначение субсидии, граждане, которые получают протягом месяца, обвязаны поведомить управление в разе изменения в складе семьи, изменения социального статуса, то есть працевлаштувания, навчания и так далее. А в отношении остальных проблем миграционной службы, ну, ждем разрешения на интервью. Хотя ответ заранее знаем. С точки зрения нашего словуческого руководства, во всем виноват Киев. Интересно, а что думают по этому поводу городские власти? Продолжение следует...